29 ноября на ВДНХ пройдет День Ульяновской области. В этот день на выставке России состоится автограф-сессия борца ММА Владимира Минеева. Гости смогут пообщаться с амбассадором региона Владиславом Третьяком. В этот день будет представлена обширная культурная, спортивная, вызывательная и деловая программа. В рамках деловой программы запланирован ряд встреч, переговоров и подписания соглашений с руководителями госкорпораций федеральных структур, которые помогут обеспечить дальнейшее социально-экономическое развитие нашего региона. В Ульяновской области не хватает 3310 рабочих. Искать сотрудников помогает Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов региона. Людей обучают, растят уже со школьной скамьи. За предприятиями закрепляют персональных менеджеров. В первую очередь направление работы касается именно прямого подбора соискателей. То есть это непосредственная выдача направлений для трудоустройства, а также совместно с предприятиями у нас разработан план посещения наших муниципальных образований. Эта работа дает свои плоды, но потребность в кадрах очень высока. Несмотря на то, что с начала года на предприятии области трудоустроилось более 9 тысяч человек. Тем временем в Ульяновской области ведут борьбу с непогодой, очищая дороги от снега и льда. В регионе продолжает действовать третий уровень опасности. Водители просят быть внимательными и осторожными. В 2023 году в Ульяновской области реализовали проект «Производительность труда». С федеральным центром в рамках проекта работают такие компании, как АО «Тепличная», «ДААС», «Автокомпонент». С региональным центром компетенции, который у нас базируется, центром развития промышленности, работает 17 предприятий. Среди них у вас штампучные производства, одиннедроградские литерийный завод, у вас «Производительность», «Автокомп inteiro», «Витамилк», компания «Пальмира», «Одинар», «Рада» и так далее. Ну, то есть из имен видно, что в основном это компания, прорабатывающая промышленности. С большим докладом о ситуации по защите детей в регионе на аппаратном совещании выступила уполномоченная по правам ребенка в Ульяновской области Екатерина Сморода. По итогам стало известно, что в Ульяновскую область приедет уполномоченная по правам ребенка Российской Федерации Мария Львова-Белова. Алексей Русских поручил чиновникам, как следует подготовиться к деловому визиту. По словам губернатора, нам есть, что показать федеральному уполномоченному. Продолжение следует...